Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию фрагмент выступления Татьяны Владимировны Черниговской в рамках фестиваля Наука 0+, в формате дискуссии на тему «Смогут ли андроиды мечтать об электрических овцах? От искусственного интеллекта к искусственному сознанию». Основные вопросы дискуссии. Где мы? Каково состояние развития искусственного интеллекта сегодня? Сделали ли мы машины, обладающие прообразами разума и сознания? Кто мы? Что мы можем сказать о природе разума и сознания? Что потребуется, чтобы у машин появились эти свойства? Куда мы идем? Хотим ли мы, чтобы машины стали обладать разумом и сознанием? Как можно изменить нашу жизнь, появление машин с такими свойствами? Полную версию дискуссии с участием члена-корреспондента Российской академии наук, доктора медицинских наук Константина Анохина, доктора биологических наук профессора СПБГУ Татьяны Черниговской и кандидата физико-математических наук Сергея Шумского, смотрите в описании под этим видео. Я вот что хочу сказать. Вот мы много лет с Константином Владимировичем разные вещи обсуждаем на тему, которая сегодня является предметом дискуссии. И, как ни странно мне, мы гораздо больше расходились некоторое количество лет назад. Я почти не совсем была, почти ни с чем не была согласна, а сейчас как бы это меняется. И я скажу, что меня очень поразило, когда в прошлый раз мы так публично тоже перекидывались, когда первый раз я услышала, как Константин Владимирович сказал, на мой вопрос, может, прекратим это все, раз такие опасности есть, то твой ответ был, нет, как раз не прекратим, чтобы не допустить появление сознания, которое бесконтрольно. Мы не договаривались, мы не знали, кто что будет делать, поэтому у нас есть совладение, естественно. Я начну с песни Битлз, которая называется «Стробери Филдз». Ну, переводить я, понятно, не буду. Там фокус в том, что Стробери Филдз – это место, обладающее очень мощным ассоциативным таким ударом на психику битлов, которые там мимо ходили все время. То есть это знаковое место для них. И вторая вещь, которую я сфотографировала в Централ Парк в Нью-Йорке, которая называется «Imagine», рядом с домом Джона Леннона, недалеко. Вот. И я к чему это все говорю? К тому, что в нашей жизни пока что высшего вида на Земле эмоции и чувства играют огромную роль. И эти эмоции и чувства – это не сенсорная сфера, это не то, что мы буквально физически слышим или видим, а это то, что запускает некоторые очень мощные механизмы, объясню, зачем я сюда двигаюсь. Понятно, откуда все это выросло, вот из этой книжки, из фильма. Надо сказать, что когда я узнала название этой дискуссии, то я села и прочла эту книгу, это было на днях. А потом я села и посмотрела этот фильм, вот. И там много пугающих вещей. Например, там есть модулятор настроения Пенфилда, который… Тут очень мощные вещи зарыты. Потому что… Я, собственно, прочесть вы сами, может, я куда веду? Мы можем не узнать, и это и в фильме, и в книге, мы можем просто не узнать у этого человека. Это чип туда вставлен, который ему ложную память внедрил? Или он на самом деле помнит? Ну, нет времени тут обсуждать, но прочтите или посмотрите. Там это очень интересно. Там также говорится о том, что андроидам не удается иметь дело с животными, потому что животные подразумевают эмоциональные отношения. А эмоциональных отношений нет. С другой стороны, а мы знаем, что их нету, что это точная имитация. А вы уверены, что у вас и у меня, соответственно, это не программа просто такая? А если эмпатия у всех живых существ, скажем, у муравьев есть? Подозреваю, что есть, поскольку они живые. А разве у нас есть способ про это узнать? Я в основном вопросы ставлю. Дальше. А что такое живое вообще? Вы не думайте, что я совсем простой вопрос ставлю. Живое, там биологи это обсуждаются, есть разные ответы. Но, опять же, вот из книги, из фильма следует, что наличие рефлекса в биологическом теле, вот как бы тело живое, биологическое, это признак того, что это существо живое. Подождите, а если рефлексы будут в искусственном механизме, тогда мы должны признать, будем жизнь не в биологическом субстрате, а, условно говоря, в силиконе, а даже лучше просто в цифрах, потому что это же речь о программах идет. С Декарта идет когито, эрго сум, я мыслю, значит, я существую. А правда ли так? Все, вот уже в нашем веке, когда речь идет о мыслящих машинах, и, может быть, все-таки сентио, эрго сум, то есть я чувствую, и поэтому я существую, потому что иначе все эти машины, о которых коллега Шумский тут говорил, и я, естественно, много могу рассказать, которые выиграли не только все шахматы и го, они выиграли даже покер. А покер – это игра с неполными, мягко говоря, данными, где есть жульничество, блеф и так далее. То есть они ступили на нашу территорию уже всерьез. Крик этот я здесь поместила не просто так, он тоже из книжки, из фильма. Там один из андроидов говорит, что он видит картину, он, кстати, не называет ее, но это совершенно очевидно, что это крик Мунка. Он видит картину человека, который этим криком заполнен. И он об этом говорит, потому что намекает на то, что андроид и есть такое существо, который внутри, вот там он заперт внутри, у него выхода как бы наружу нет. Я в 15-м году была на выставке в Мраморном дворце, и там была очень забавная вещь такая, вот я ее сфотографировала. Называется она «Серое вещество». Понятно, что здесь игра, ну я, по крайней мере, играю в серое вещество, которое в мозгу, и в серое вещество, которое таки серое. Ну как бы вообще вот все сделано из этого серого вещества, и люди, и машины, и все. А вот в продолжении фильма «Бегущий по лезвию» группы «Бритвы» 2049, там очень похожий пейзаж. Вот тоже таких, это как бы и не жизнь уже, это какая-то совсем другая история. И вот мы, похоже, что мы в эту жизнь входим. Я очень надеюсь, что мы избежим, но я сначала хочу вот какой вопрос задать. А зачем вообще природе понадобилось разумное существо? Зачем разум природе? Ей он не нужен. Он ей, я бы сказала, вреден. Уж не говоря о сознании. Вот природе-то зачем сознание? Если Иван Петрович Павлов, которого, как известно, я терпеть не могу, но это как бы не его проблемы, а мои. Если все сплошные рефлексы, то тогда давайте остановимся. При чем здесь это? Ну, мы не будем продолжать обычный наш спор, что Павлов на самом деле очень интересовался этими вещами. И я бы сказала, боялся их. Поэтому запрещал на эту тему не только разработки какие-нибудь, но даже разговоры у себя в лаборатории. Самое сложное, конечно, что есть это сознание. В этом смысле, как ни странно, подсознание даже легче. Потому что, хотя оно никак там не структурируется, но мы знаем, что это, по крайней мере, не это. Вот все остальное. А с сознанием вообще неизвестно, что с ним делать, потому что очень разные взгляды на него идут. Джон Сэр, который, ну, один из крупнейших философов на эту тему, он говорит, нередуцируемая вещь. А также он важную вещь говорит. Невозможно провести для... Ну, не буду перечитывать, но во-вторых, он говорит, что реальность и иллюзия – это серьезная штука. И мозг как бы это понимает. Во-первых, мозг этого не понимает, и об этом нам говорит психиатрия. И не только психиатрия, но психиатрия говорит точно. Во-вторых, если мы все-таки возвращаемся к тому, что мы обсуждаем здесь, то какая реальность и какая иллюзия для этого искусственного мозга. А мы не можем сделать вид, что мы не знаем про те трюки, которые проделывает реальный мозг и реальное сознание. Что он вообще вытворяет-то? Дедро в 1769 году говорил, раз сознание – это продукт мозга, что, кстати говоря, довольно рано он объявил. Раз сознание – продукт мозга, значит, его можно разобрать, а потом обратно собрать. Это Дедро говорит. А в 1757 году Джулиан Хаксли, не тот, который писатель, а брат его, он, видите, что говорит, он ввел термин «трансгуманизм» и всю ту же линию проводит, а именно, что мы сможем управлять этой историей. И теперь, когда так далеко мы зашли, встает вопрос, а что будет после человеческой цивилизации? Нам, вообще-то говоря, никто не обещал, что мы последние такие цари природы. Что-то после этого будет? И встает даже такой термин, как «citizen-киборг», киборг как гражданин, как личность. Это, кстати, право и республиканция в целом, она абсолютно не готова к этой истории. Недавно я там в разных вещах прочла, что в ряде стран, не только в Индии, в которой это уже несколько лет назад произошло, и в других странах, начинают применять такие термины, как «non-human subject», то есть субъект, который не человек. К ним относятся. «Subject» – это сознание. «Subject» – это не просто так сказать «subject». Это дельфины, это слоны, это шимпанзе, это, похоже, врановые. Ну, короче говоря, вот. И что? А возможен искусственный интеллект как субъект? Да, возможен, если мы по этой дороге пойдем. Вопрос в том, мы узнаем про это? Мы узнаем, что у него уже есть то, что Константин Владимирович сказал, этот «ми», «я» или «self», это самость у него есть. А как узнаешь? Вот когда я повторяю эту книжку, книжка старая, 68-й год, или фильм смотришь, вообще так мурашки по спине идут. Дальше. Те, которые, те сознания, я скажу о хулиганске, которые живут в теле, у них есть такая вещь, как этика. Мы этику сможем туда вогнать? И какую? Какую? Ведь она же должна в алгоритм быть превращена. Это же не просто так, ты же не пленку туда подпихиваешь. Это же нужно это создать. Как ты это создашь? И особые эстеты и снобы говорят, математика спасет мир. Математика так прекрасна, что она и разберется, как бы что правильно и что нет. Это все было бы хорошо, если бы не начало моей речи про чувства и эмоции. И что? Все говорят о том, что у нас появится сила влиять на свою эволюцию. Ну и опять же, не буду прочитывать то, что здесь написано. Все, что мы умеем уже, и генетика, и... Ну, в общем, весь набор, этот весь набор, он как бы нам дает в руки инструмент, с помощью которых мы можем сильно влиять. А мы такие крутые, что мы возьмем на себя эту смелость. Мы знаем, что из этого выйдет. Я бы остереглась, честно говоря. Давным-давно Маклюэн, известный на эту тему философствующий, серьезный человек, он говорил, будет надбиологический вид, homo sapiens auto creator, то есть самосоздающийся, и вот тут-то и начнется. Итого, мы куда попали? Мы уже находимся в другом мире. Это точно, Константин Владимирович в другом немножко контексте, но про то же самое говорил. Это не просто важнейшая научная революция, это вообще слом всей цивилизации. Вот то, куда мы сейчас уже вошли, просто не все это поняли. Это серьезная история. Поэтому, как мы с этим справимся? Это сверхбыстрый мир, даже прямо говорить, не человекомерный, вот такой термин есть. В наносекундах и в нанометрах живое не живет. А мы будем иметь дело с этим. Это прозрачный мир, все про всех все знают, не буду даже останавливаться, он гибридный, он жидкий, и у нас выбор между свободой и безопасностью. Хотим безопасность? Раздевайся, открывайся. Все аэропорты там, гаджеты и прочее. Станислав Лем давным-давно писал вот что. К нам приходит новый бог, и это случайность, которая пришла к нам из микромира. Если раньше, пишет он, предположим, война неудачно идет, надо поменять военачальника на Кутузова. Уходит месяц, и пока передвигаются войска туда-сюда. А тут это наносекунды. Это мгновенно. Решение может быть принято мгновенно, и мы про это даже не узнаем. Автономная жизнь цифрового мира, ну, даже не буду останавливаться здесь, это очевидно. Нам место все еще есть в этом мире? И каково это место? Понимаете, есть ли эти программы, которых сейчас нету? Сейчас мы имеем просто очень хорошие кофеварки и очень хорошие пылесосы, если хулиганить. Но это не на тему искусственный интеллект, а искусственный интеллект это совсем другая вещь. Мы готовы попасть сюда? Базовые этические нормы, ценности и смыслы, они все рухнут сейчас. Мы готовы к тому, чтобы они рухнули? А нам вообще это зачем? Вот у нас какая идея? Я вот про это думала не раз. У нас идея, чтобы нам лениться, а эти штуки пусть вместо нас все делают. Дело хорошее. Я очень поддерживаю. Хочу только узнать, чем займется оставшееся человечество. Когда мне рассказывают про то, что все будут креативно существовать, а именно писать оды и играть на лютне, то это вызывает у меня скепсис. Более того, скепсис – это самое мягкое, что я могу сказать. Более того, есть и термин, это называется цивилизация праздности. А праздность – мастерская дьявола. Это написано тысячу раз, читая мировую литературу. И уже были цивилизации, которые на этом рухнули. Не так глобально, как можем рухнуть мы. Мои вопросы. Несколько вопросов я заканчиваю. А что такое глупый человек? Вот может, даже я еще более жестко спрошу. Мозг глупый, может быть, если он не тотально патологический просто. Мозг самого низкоинтеллектуального человека. Все равно он сложнее всего на свете и так же сложен, как Вселенная. А мы какой мозг искусственный-то создаем, который что? А что такое гениальный мозг? Гениальный – это мозг или человек? Это mind? Это me? Это consciousness? Вот то, что Константин Владимирович сказал про мозжечок. Это мне давно, и мы, кстати, это давно обсуждали. Я даже задавала вопрос такой. Если сознание – это функция сложности, это значит, развиваемся, 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 все, какого-то порога достигли, и вот тут теперь сознание получается. Значит, из этого, во-первых, следует вопрос про мозжечок, а во-вторых, это значит, появление сознания у искусственных этих штук неизбежно. Если так. Но это не факт, что это так. Совсем не факт. А логика у самого мозга есть какая-нибудь? Или когда мы рассматриваем, как он действует, это мы свою логику накладываем? Он подчиняется физическим законам? Подчиняется вроде бы, да, потому что он физический субстрат. А каким? Как здесь быть с каузальностью, например? Мозгу с каузальностью. Как дела обстоят? Если верить таким провокаторам, я в кавычках, естественно, говорю, как, скажем, Пен Роуз, он говорит, сознание — это квантовые скачки. Квантовые скачки — значит квантовый мир. В квантовом мире с каузальностью совсем дела плохо обстоят. Это значит, когда мы анализируем данные, получаемые, условно говоря, из томографов, то мы чего анализируем-то? Мы со своим свиным рылом, так сказать, входим в царский дом и говорим, вот так вот это расположено. Это кто сказал? Это сказали мы же тем же мозгом. Математика, да, обслуживает мозг. А какая математика? Какая? Это, это, это. У нас много разных математик. Ответ мой был бы... Два ответа я имею. Первое — все, все сразу. Второй ответ — никакая из этих. И это тоже у нас, об этом были разговоры в свое время. Вроде все сошлись к тому, что нет математики сейчас, которая годилась бы для описания такого рода процессов. А физика? Ну, конечно, он же физический объект. А какая конкретно физика? Ньютона, Эйнштейна, Нильса, Бора. Какая физика? Там все физики сразу присутствуют. Это я к тому, что мы работаем, мы же честно работаем, правильно? У нас конкретные данные, полученные там из экспериментов, и мы их обрабатываем, как можем. Да? Пианист играет, как может. Может, он неправильно играет? Инструмент другой. Алгоритмы, говорят нам, в мозгу, мы должны их вынуть оттуда, и тогда искусственный интеллект получится. А что, там только алгоритмы? Разумеется, нет. Разумеется, нет. Там есть процессы, с которых я начала. Что это за фокусы с этим Strawberry Fields или Imagine. Imagine, я как вспомню такое, у меня все вообще сметает все, и никакой мой разум не действует. Людвиг Витгенштейн, я действительно заканчиваю, это предпоследний слайд, он замечательную вещь придумал. Придумал метафору ковра. Он говорит, что вот мы на ковер-то смотрим все одинаково, ну, глазами, но каждый вынимает из этого ковра свои нити. Поэтому физически-то так, а не физически уже не так. Каждый трактует то, что он видит, слышит, обоняет, думает особым совершенно образом. Оно не ложится туда. Если у вас нет знаний, если у вас нет подготовки, вы не можете понять, как я, например, ни китайскую музыку, ни японскую. Я просто не знаю, как ее слушать. Я не могу сказать, она хорошая или плохая, как она исполнится. Нет у меня музыка, ведь не здесь. Она вот здесь. Здесь звуковая волна. Равно как и здесь. Палочки, колбочки там. Все это понятно. А возникает оно в голове. А для этого у меня должен быть подготовленный мозг. Ну, и заканчиваю я тоже песней. Помните, такое было Саймон и Гарфункель? И пели они вот то, что здесь написано. И все это остановило... Это примерно то, что, Костя, ты говорил. И меня тоже очень это поразило. Слезы, которых не видно, поскольку они в дожде. Вот здесь примерно тоже только с другого боку. Как бы оно есть там у меня, но это звук тишины. Вот я поэтому вспомнила Мунка с этим криком. Ну, и я вас благодарю. Вот здесь все заморожено. И цветы, и листики. И я думаю, это вот та стадия, в которой мы сейчас находимся. И я с ужасом скажу, не дай бог, растает. Боюсь подумать. Мы сможем с этим справиться? Мне, конечно, все время, мне говорят, ты алармистка, всех пугаешь. Ну, а что делать? Ну, я просто не понимаю. Это странно. Меня больше всего... Мне даже это интересно было, прочесть эту книгу вот как бы свежим глазом и фильм посмотреть. Меня больше всего пугает, я бы даже сказала, такой философский такой коллапс, что ты просто нет способа узнать. Там, если помнишь, там героиня, которая андроид, и она вспоминает там детство. Детство, да. Да, он ей говорит, так это у тебя внедренная память, ты тебе чип вставили, там, что хочешь, у тебя будет. Ну, и как мы с этим справимся? Спасибо за терпение. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...